Если можно, расскажите, пожалуйста, по поводу решения сполкома по комплексу с кемем МАФО. Каким образом это повлияет на МАФОГРАД, который принято называть? Для того, чтобы бороться с МАФОГРАДом, нужно иметь не только кнут, но и пряник. Для того, чтобы сегодня предприниматели, которые имели разрешительные документы до 2011 года на временные сооружения, имели возможность переоформить свои документы на документы сегодняшнего образца, которые есть на сегодня действующие, и смогли привести свои сооружения в архетипы. Но для этого у них должны быть паспорта привязки. Поэтому элементарно мы должны иметь возможность работать с комплексной схемой для того, чтобы выдавать паспорта привязки и переносить в те сооружения, которые попали в зону запрета, переносить в другие места. Но мы с июля месяца не имеем возможность работать с комплексной схемой, потому что у нас есть ухвала суда, которая приостановила решение исполкома, которым она была утверждена. Поэтому сегодня была вынесена на исполком та же комплексная схема, с небольшими дополнениями на новое утверждение, чтобы иметь возможность все-таки работать с ней. Потому что в суде это дело находится уже на протяжении 7 месяцев. То есть мы конкретно сегодняшнее решение, каким образом это, что оно, грубо говоря, дает? Ну, дает возможность предпринимателям оформлять паспорта привязки. Можете по обмежениям саме зупинки и 100 метров? Основных ограничений, во-первых, у нас есть ограничения, у нас город разбит на несколько зон, самая основная зона – это зона А, центральная часть города. В зоне А у нас практически запрещено установка новых временных сооружений, кроме комплексов с остановками. По всем, ну и на всю территорию города есть ограничения, ограничения вокруг объектов школ, детских садиков и учебных заведений, вокруг территории по 50 метров и вокруг территории рынков и площадок, где происходит торговля, по 100 метров вокруг территории. И там можно размещать только временные сооружения тоже в комплексе с остановками, во все остальные как бы запрещено. Ну, это основное ограничение. И плюс у нас основное ограничение – это вокруг памятников архитектуры. А что до того, что будут собирать пидпесы предприниматели, например, если, ну как, принес я 300 подписей за, а через два дня жители принести 400 против, есть какое-то количество этих подписей? Есть прописанная четко процедура учета общественного мнения, если временное сооружение размещается на внутриквартальных пространствах, там, где многоэтажное и многоквартирное жилье. Потому что у нас в связи с вот этим неурегулированным процессом в законодательстве возникло в последнее время достаточно много, ну, скандальных ситуаций. Поэтому юридепартамент отработал процедуру учета общественного мнения именно при размещении временных сооружений на придомовых территориях и внутриквартальных территориях. Она четко, жестко прописана. То есть, если предприниматель собирает, там, 50% плюс один голос из расчета одна подпись на квартиру, то тогда он получает согласие.